Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус ранее в этом году заявил, что его страна должна быть готова к войне с Россией до 2029 года. И по этому поводу он имеет планы начать подготовку войска, для которой требуется и соответствующее финансирование. Понятно, что эти планы касаются всех родов войск, в том числе и военно-морских сил, которые на сегодня являются одной из самых маленьких структур Бундесвера. На сегодняшний день немецкий флот насчитывает 48 единиц, из которых 11 фрегатов, 5 корветов, 6 подводных лодок, 12 кораблей противоминной защиты и тому подобное. Причем количественный состав флота вряд ли кардинально изменится до 2029 года. На сегодня в обозримых планах, два новых танкера на замену существующим. И еще также 5 корветов класса Брауншвайк в дополнение к имеющимся. Что касается авиационной составляющей, то здесь также речь идет прежде всего о замене, а не количественном расширении. Так, вместо 8П-3С «Орион» будут 8П-8А «Посейдон». И также, вместо 22 вертолетов Марк-88А «Си Линкс» запланированы 31 единица NH-90M RF-HC «Тайгер». Таким образом, на сегодня немецкий флот для усиления боевой мощи нуждается в модернизации фактически всех подразделений. В то же время в этом направлении на самом деле не все положительно. К примеру, если взять те же корветы класса Брауншвайк, то вторая партия из пяти корветов должна быть поставлена в войско с октября 2025 и до конца 2026 года. Впрочем, проблема заключается в том, что первая партия уже требует mid-life upgrade. Однако немцы решили, что вместо модернизации, лучше закупить третью партию на пять корветов, на которую, впрочем, денег не нашли, поэтому закупку дополнительных кораблей отложили. Флот субмарин тоже не отказался бы от пополнения хотя бы на несколько подводных лодок. Но это тоже не ближайшая перспектива. А из шести субмарин типа 212А, четыре нуждаются в срочной модернизации, на которую, как ни странно, также нет средств. Поэтому здесь немцы прибегли к закупке шести больших беспилотных подводных комплексов, которые должны расширить возможности противолодочной борьбы и помочь в разведке. Что касается фрегатов, которых у Германии 11, то здесь планируется ряд работ по их модернизации. В частности фрегаты F-123 Брандербург получат новую систему управления и вооружения. Новые средства ПВО в виде РАМ Блок-2Б и ИССМ Блок-2, а также противокорабельные ракеты РБС-15МАРК-3 вместо Гарпун. F-124 ЗАКСН будут иметь новую РЛС. Те же РАМ Блок-2Б и ИССМ Блок-2, а вот вместо Гарпун ракеты Нейвл-Страйк МИСЛ Блок-1А. Также эти корабли будут иметь на борту новые боевые вертолеты. На F-125 Баден-Вюртемберг в частности должны протестировать ЗРК Айрис ТСЛМ. До 2029 года есть также планы по закупке боеприпасов. В частности речь идет об 1 тысяче ракет РАМ Блок-2Б на 1 миллиард евро. И также об неназванном количестве ИССМ Блок-2 на 269 миллионов евро. Продолжаются дополнительные закупки противокорабельных ракет РБС-15МАРК-3 и новых Нейвл-Страйк МИСЛ Блок-1А. И также 48 легких торпед Марк-54 на 122 миллиона евро. Как видим, флот Германии хоть и остается грозной силой, но уже не отвечает реалиям времени как в количественном отношении, так и в качественном. Хотя попытки исправить ситуацию правительство ФРГ предпринимает. Но как это зачастую происходит с европейскими странами, все идет очень медленно.